Всем привет! Ну что ж, давно мы не виделись с вами, и вот, наконец, вернулись. В этой серии вы увидите нашу работу с Асей. Помимо психотерапии мы работаем еще с Асей, и работа заключается в том, чтобы подготовить меня со всех сторон к проектам. Одним из важных этапов является заполнение, грамотное заполнение, анкеты и вообще понимание, с чем и как ты идешь в шоу. Так, что, сегодня нам предстоит заполнить анкету. С Новым годом. С Новым годом. Год был непростым. Но мы в эстеле. Дуже будет заполнить анкету. Давай поговорим про твой псевдоним, с каким псевдонимом ты выходишь и почему ты его выбрала. Почему я его выбрала? Потому что он мне нравится. А с каким псевдонимом ты выходишь, никто не понимает. Меня зовут, вообще меня зовут Алина. Но. Вот раскрыли все тайны. Я убрала букву А из своего имени. И мне показалось, что Лина как-то играет очень нежно, красиво. И так сочетается с моим темпераментом, образом каким-то. И действительно, когда я стала Линой, как только я переехала в Москву, моя жизнь тоже стала меняться с изменением имени. Я предлагаю написать, что Лина Скибина – это имя, с которого здесь началась новая история. История в Москве. Что в этом имени есть? Легкость, как ты сказала, да? Какое-то созвучие приятное и так далее. Окей, двигаемся дальше. Одним из этапов подготовки к кастингу является грамотное и правильное заполнение анкеты. В этот момент большинство вокалистов начинает отвечать односложно, торопиться в заполнении анкеты и удивляться огромному количеству вопросов. Краткая информация о вашей музыкальной деятельности. Краткая информация. Я. Я не помню, что я писала. А, ну да, краткая информация, что у меня есть свой авторский проект, что я пишу и выпускаю песни, организую концерты, выступаю на концертах. Можно сказать, что я делаю добрые дела и делюсь. Знанием и опытом, который у меня есть с учениками. Я бы сюда добавила еще регулярное участие в проектах, участие в концертах. И сюда бы добавила, если у кого-то есть там конкурсная деятельность регулярная, то вот еще участие в конкурсе. Я не участвую. Это было давно и уже как будто бы в другой жизни. Как бы вы описали свой стиль выступления? О, стиль выступления. Лина Скибина, вот как можно описать, как она выступает на сцене? Ну, это всегда движение. Это всегда энергия через взгляд. Лина Скибина про движение, про энергию через взгляд на сцене. Да, звук, конечно же. Супер. А так можно? Да. То, что отличает, опять же, стиль твоего выступления от тех, кто будет так же подаваться. А что касается самой сессии с Линой в этот день, я думаю, что это яркий пример того, как происходит самоопределение человека. И на мой взгляд, Лина еще находилась в этой точке в стадии поиска ответов самой для себя на многие вопросы анкеты. Я советовала бы всем вокалистам иметь шаблон любой анкеты любого вокального шоу. И периодически производить такую сверку собственных фактов и событий, собственной самоценности. И понимать, в какой точке развития, готовности вы находитесь по отношению к шоу, в которое мечтаете попасть. Да и в целом на своем артистическом пути. Так, что у нас еще? Хорошо. Есть ли у вас музыкальное образование? Если да, то какое? Есть музыкальное образование, среднее профессиональное музыкальное образование, а именно музыкальное училище при Волгоградской консерватории имени Павла Алексеевича Серебрякова. Точно. Один интересный вопрос анкеты. Приходилось ли выступать вам перед большой аудиторией? Если да, то какое было максимальное количество людей приблизительно и что это было за мероприятие, желательно подробно описывать. Интересно, кто-то может ответить на это точно? Не, ну давай, поскольку не знаю. 100 человек, я же не считала. Но ты пишешь в среднее какое-то, кажется. Ну, в среднее количество, мне кажется, 300 человек, может больше. Но я на больших площадках городских пела, где люди просто вот они идут, то они и есть, то их нет, вот как бы собираться. Но так, чтобы в зале, наверное, самое большое количество было, когда я снималась в «Ярче звезд», и там у нас был полный зрительный зал. Мне кажется, там было много людей. Но я не знаю количества. Ну, на большую публику я, конечно же, работаю. Ну, наши концерты, это 250 человек примерно. Ну да. Поэтому можно писать. Привычная цифра. Да. 250-300, я думаю, что можно писать. Ну да. Ну и плюс мы не забываем, что аудитория каналов, перед которой ты выступала, это… Это еще. XX. О том, чтобы иметь опыт участия в двух других телешоу, естественно, мы знаем. Мы знаем. Классный вопрос. Нервничаете ли вы перед выступлением? Если да, то почему? Вот у тебя как с этим? Вот раньше я нервничала. Очень прям, ну, я это ощущала. Это называется, наверное, неконтроль своего тела. Как будто ты и твое тело – это что-то отдельное друг от друга. Раньше я это чувствовала, что я не могу совмадать с этим. Потом уже, ну, большой путь был. Наверное, работа со своим телом. В моем колледже очень много мы работали с телом через движение, через актерское мастерство. То есть я прям погрузилась в учебу. Потом была практика, это работа, выступления на разных площадках. И вот в этом, наверное, в этом потоке, в этой рутине творческой началось выстраиваться вот это понимание взаимосвязи с телом. И уже когда, каждый раз, когда я приходила в новые какие-то проекты, участвовала, ну, волнение было, но как будто бы больше… Меньше и меньше, да? Меньше и меньше, да. Ты больше как будто свои сильные стороны узнавал и понимал, что вот сейчас ты уже лучше делаешь что-то. Но все равно здесь такая штука, это, наверное, про настройку. Как вот ты себя настроишь к этому моменту, к выходу, так, наверное, оно все и пойдет. И важно научиться вот этот… придумать собственный рецепт, когда ты просто берешь и собираешься и делаешь. Так как бы сейчас ты ответила на этот вопрос? Про волнение? Нервничаете любые… Ну, конечно, я нервничаю, как и любой артист, но я пребываю в нем перед выходом, да? У меня есть вот этот внутренний какой-то диалог со своим телом, как какой-то вот, ну, не знаю, это вот настройка. А когда я уже начинаю выходить и петь, и открывать рот, здесь уже оно заканчивается, потому что я проваливаюсь вот в это состояние, в это удовольствие, которое я получаю от того, что я делаю в монете. И как-то уже ты забываешь об этих мыслях, там, что-то не так, волнение. Ты просто делаешь, потому что тебе это нравится, ты столько раз это отрабатывал, ты знаешь все эти места и как бы просто теперь показываешь. Тогда мы пишем, что я нервничаю перед началом выступления, или там испытываю легкое волнение, если это так, да? Дно, выходя на сцену, оно сразу превращается в драйв, в энергию, в удовольствие, да, то есть сразу трансформируется, и на сцене я уже полностью... На этом адреналине. На адреналине поглощаю. 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 Я поглощаю. Хорошие слова. Ухожу в состояние. Я такая голодная женщина. Дальше. Что вызывает у вас наибольшее волнение? Опять. Я вот думаю, но они похожи вопросы, да? А наибольшее, наибольшее волнение... Вот я об этом не думала. Можно ли как-то это отнести к этому? Ну вот я знаю, что, ну я просто знаю, что, возможно, у вас, у вас, Лина, Евгеньевна, ничего не вызывает больше волнения, но я знаю, например, что у меня волнение точно будет вызывать, самое большее волнение, когда ситуация выходит каким-то образом из-под моего контроля. То есть как было, от чего волновалась частично в последнем шоу я от того, что у меня была супердлинная юбка, у меня были очень скользящие свои собственные каблуки, и я наступала каблуками в условно-сценическом движении, если это можно группой назвать хореографией, я наступала на эту юбку, и у меня была невероятная возможность поскользнуться миллион раз за три с половиной минуты, и упасть прямо во время номера, что, собственно говоря, и случилось, если повнимательнее пересмотреть. Вот у меня, когда что-то выходит из-под контроля, это может вызвать волнение, то есть некоторое, скорее всего, неудобство во внешнем виде. Вот это классный вопрос ко всем, в целом пережить заранее все фокапы предстоящих выходов к команде продюсеров, например, на очном прослушивании, или пережить все самые трудные ситуации, описать их, выписать в момент съемки и съемочного процесса, и также репетиций перед съемками уже в павильонах. И напротив каждого возражения я подскользнусь, и что я сделаю? Я забуду слова, что я буду делать тогда, я... Что еще, да, из такого? Выроню микрофон, ну, бывает разное, да, что я буду делать в этот момент. У меня не хватит дыхания для вот этой высокой ноты, какой у меня план Б в этом номере существует? Да, существует, да, существует, какой у меня есть иной альтернативный вариант, там, не знаю, спеть какой-то ход, который ты готовил и планировал, но есть еще, да, есть план Б, ну и так далее. То есть все время нужно иметь какой-то выход из ситуации и задуматься над тем, что действительно вызывает наибольшее волнение, это важно. Почему ты решила принять участие в шоу? Самый распространенный вопрос всех костингаторов и работодателей вообще в этой жизни. Почему вам нужно именно к нам? У меня был опыт участия в шоу, но как будто бы мне не хватило того результата. Нет, это классный результат был, но просто мне хотелось больше и желание вернуться, чтобы доказать себе в первую очередь, что я могу больше, я могу дальше и что это действительно мое место. Потому что, когда я была в этом процессе, я настолько кайфовала, я настолько понимала, что я вот, ну, я на своем месте, я на своей территории нахожусь, мне это нравится, мне это получается, я прям кайфую. Но мне этого мало. Я считаю, у меня внутри есть какая-то такая часть, которая, ну, желает быть первой. Это, наверное, лидерское какое-то качество. Ты почему так сомневаешься во всем этом? Почему ты так стесняешься сказать, что я хочу в это шоу, потому что я хочу его выиграть, я хочу высоких результатов для себя, не надо никому ничего доказывать. Зачем что-то доказывать, если можно взять, прийти и взять свою победу, взять свое место и взять свою победу. Потому что то, в каком вы заходите состоянии, какая у вас стратегия, когда вы идете доказывать, это ничего не имеет общего с победой, ну, на мой взгляд. Доказывать и побеждать разные вещи. Если вы идете, чтобы выиграть, значит, вы должны быть готовы настолько и уверены настолько в себе, чтобы, прочитав вашу анкету, если вы пишете, что я хочу выиграть шоу, у этого должны быть все артефакты, чтобы команда действительно сказала, о, перед нами точно один из претендентов на финал, там, не знаю, полуфинал или еще что-то. И этому должно быть соответствие на всех уровнях, на внутреннем уровне, на уровне голосовых, внешних, сценических данных, хореографических данных, актерских данных, на уровне состояния. Тогда будет мэтч. Не топчитесь. И эта позиция тоже формирует, в том числе, дальнейший исход событий, формирует климат, в котором мы существуем, в котором мы приходим в шоу, заходим и так далее. Но чтобы иметь смелость, говорить, что я хочу выиграть это шоу, я ни разу не писала в анкете, что я хочу выиграть шоу. Но, например, я точно четко понимала, что я не могу без процесса, без съемочного процесса в павильоне, вот всего этого антуража и атмосферы, я просто не могла. То есть на физическом уровне для меня бы, ну, мне бы, вот, честным ответом для меня была бы история, когда бы я сказала, что я просто без этого не могу, что я умею делать шоу, что я умею создавать шоу на сцене, не есть, что дать этому шоу нового, что в него привнести. И в то же время у меня есть азарт на выигрыш, на финал, на победу, например, и так далее. Вот я бы формулировала как-то так. Если, да, то есть, но кто-то хочет, идет, чтобы доказать. Чаще всего это не очень сценарий, и на самом деле он не дает высоких результатов. Любая борьба с собой на сцене и так далее, да, то есть эксперты заняты другими вещами. Уважаемые зрители и участники, и будущие участники, и нынешние, и прошлые участники шоу, Классный вопрос. Подумайте об истинной мотивации. Зачем вам в шоу? Действительно вам туда нужно? Можно ли без этого каким-то образом обойтись? И о формулировке для тех людей, которые создают это и ждут новых участников, А, соответственно, ждут их истории, их состояния, их сценарии и так далее. Умеете ли вы танцевать? Если да, то какой танец и в каком стиле? Я думаю, да. Ты думаешь, Даль, ты умеешь танцевать? Я умею танцевать. Я танцую с детства. Я двигаюсь все время на сцене, и не на сцене, и в жизни. Мне это нравится. Это интересный момент, как твой потенциал работает, вырабатывает, и как при этом твои ограничения формулируют мысли. Вот здесь большое, небольшое, но расхождение. И это самая важная штука, которая сегодня вылезла на нашей встрече. То есть это еще то место, в которое надо идти, бить, я не знаю, и так далее. Ты говоришь, присылая мне, Гагарин, ты говоришь, вот это сила и так далее. Там все настолько категорично, неоспоримо и уверенно. И отчасти, я думаю, что этот человек поэтому на этих позициях. И его риторика, то, как она мыслит, то, как она говорит, есть те, кому это нравится, есть те, кто наверняка за свою работу получает деньги в ее команде, есть те, кому совершенно не нравится, не тон общения, ничего, но она там, где она есть. И она говорит твердо и уверенно. Вот это важная история. Когда задается вопрос про танцы, а ты говоришь, я думаю, да? Ты думаешь или ты да? Вот в эту сторону стоит заглянуть еще по работе. Очень много вылезло таких вещей, которые вылезут на профаде, если ты сядешь, и ты пройдешь. А наше впечатление о нас сформируется и в том числе через разговоры. Через любые беседы, подачу, общения. Общаться там придется снова много. Со всеми. Что ж, это было интересно. Это была такая важная встреча, важный этап сборки себя. Для понимания вообще, а чего, а куда, про что ты, зачем тебе это нужно. Наверное, когда ты можешь это сформулировать, дать этим словам энергию, то ты становишься тем, кого ты из себя создаешь. Очень здорово отследить вообще картину в целом, увидеть свои какие-то, наверное, слабые стороны, или в моем случае скромные и сдержанные формулировки, которые разнятся с моим потенциалом и с тем, что я даю на сцене. Очень интересно, почему так. Но это мы уже узнаем на психотерапии у Натальи. Такой эксперимент. Хочется через какое-то время вернуться к этим вопросам и посмотреть, станет ли это более расслабленным. Я отлично понимаю, что имеет виду Аси, когда хочет конкретики. И когда я это вижу, я могу представить запрос команды, которая отбирает людей в свои проекты. Наверное, это самое важное, что ищет команда конкретности, сути. Тогда легче сделать этот выбор. Просто понять, подходишь ты или не подходишь ты в эту игру. В случае победы на что потратите сумму выигрыша? На себя. Ну, не на себя, в прямом смысле, на музыку, на свой проект, авторские продвижения, написание песен, альбома, поддержку. Все очень размыто. Я потрачу на себя, потом такая... Я потрачу на песни. Песня 7, на альбом, я думаю, уже не хватит. Ты на себя и на песни, и на альбом точно не хватит. Конкретнее. Я имею в виду на свою музыку. Конкретнее еще. На альбом, в котором будет 12 песен, 2 из которых я уже написала. На альбом, в котором будет 5 песен. Вот это другой вопрос. Формулировая, да? То есть я о том, что наш род... Говорит и что получает потом. Да, и что это материализуется в том числе. Потому что мысли и потенциал расходятся с тем, что отсюда выходит. Кошмар. И ты уже знаешь, с кем ты это будешь делать. Знаю. Ты об этом... Не я хочу, чтобы ты свой альбом нахер выпустила, а ты хочешь. Я хочу. Вот сюда надо смотреть. Смотрим. Такое было сегодня заполнение анкеты. Мы не давим, но давим. Мы хотим результат. И пробуем. И пробуем. И получаем. Мы ничего уже не пробуем. Попробуй сейчас вот клубник с клубик. Ты принесла, попробуй. До скорых встреч, дорогие друзья. Пока. Пока.